Искусство первых лет октября. На каждом из произведений, созданных в эти годы, будь то плакат, картина, скульптура или эскиз праздничного оформления, лежит отблеск времени, истории, революции. Каждое из этих произведений представляет для нас не только художественную ценность, но и ценность историческую. Это художественные документы эпохи. Революция дала искусству новые темы, новых героев, небывалые социальные возможности, стремление и способность служить народу и быть понятым, а значит и полезным ему. Конкретные социальные задачи поставил перед художниками ленинский план монументальной пропаганды. Искусство должно было стать агитатором, пропагандистом, проводником идей октября в самые широкие народные массы. Этот фильм познакомит вас с искусством первого десятилетия страны Советов. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Она ворвалась в русское искусство небывалой новизной тем, образов, ритмов. В памяти павших героев революции посвящена мемориальная доска Каненкова. Аллегорически отвлеченный образ крылатого гения Победы обретает в этом произведении конкретность и драматизм. Спите, любимые братья, снова родная земля, неколебимый ратель движет под стены Кремля. На открытии мемориальной доски в день первой годовщины октября выступил Владимир Ильич Ленин. Первого мая 1919 года на Лобном месте на Красной площади был установлен памятник Степан Разин со своей дружиной. Субтитры создавал DimaTorzok Время сохранило для нас лишь фрагменты многофигурной композиции, созданной Каненковым. О таких неприглаженных, корявых, занозистых и неласковых писал поэт Каменский. И пока наша доля раздольница чует слезное горе Батратское, Ты бунтуй, понизовая вольница, за житье наше братское. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Трудный тысяча лет. 1918 год. Автопортрет Петрова Водкина. С жадным интересом и затаенной тревогой всматривается художник в мир, словно размышляя о своей ответственности перед поколениями. Так же внимательно и чутко вглядывались в мир глаза его современников-художников. В стозарном заре пожары, под ярый вопль вражды всемирной, в дыму неукрощенных бурь, рождались мятежные, страстные графические композиции Чекрыгина. Изображение строится на столкновении и противоборстве черного и белого. Контуры фигур едва намечены энергичными штрихами угля. Идея крушения старого и созидания нового мира выражена в этих небольших по размеру листах с подлинной монументальностью. Броневики художника Куприянова. Лучи фар и сполохи выстрелов мгновенно и резко очерчивают предметы и события. Митинг Козлинского, яростному жесту оратора, вонзающего в толпу слова призыва, вторят рваные силуэты заводских корпусов. Город становится одним из главных, а нередко и главным персонажем многих графических произведений той поры. Встревоженный Невский привстал на дыбы, Знамя маячит знаком судьбы. Революционный Петроград предстает перед нами то мрачным и замкнувшимся, то просиявшим ликующими сплесками праздничной манифестации, то ощетившимся штыками и ощерившимся слепыми окнами в черных провалах улиц, то романтически прекрасным и вечным, подобно сказочному фениксу, возрождающимся из пепла в гравюрах Шеленговского из серии «Петербург. Руины Возрождения». И в литографиях Остроумовой Лебедевой. «Петербург. Руины Возрождения» «Петербург. Руины Возрождения» На всем, к чему обращался испытующий взор художника, что выходило из-под его кисти, резца, карандаша, печать революции. В живописи первой половины 20-х годов заметное место занимает натюрморт. На всех предметах, обыденных и привычных, в работе Петрова Откина явственно ощутим отблеск времени. Трагического времени, связанного с болью невосполнимых утрат. Натюрморт Малагиса написан в 1924 году, когда молодая страна Советов прощалась с Владимиром Ильичом Лениным. «Натюрморты Штеренберга». «Натюрморты Штеренберга» «Натюрморты Штеренберга» Искусство тех лет активно вторгалось в жизнь. Оно боролось с голодом, с разрухой, с врагами внешним и с внутренними врагами. Оно призывало, «Кто против голода, кто за горы хлеба, беритесь за молот весело и молодо, чтоб ни один паровоз не починен не был». Оно агитировало доступным и прямым языком плакатов окон роста, ставших по определению Маяковского протокольной записью труднейшего трехлетия революционной борьбы. Настала заветная. «На улицах публика, флаги как маки горят, и я рвусь, да строится новая Русь, человеческое чудо-республика». Ликующее, наполненное движением и солнцем полотно Бориса Кустодиева, празднество Второго Конгресса коммунистического интернационала. В удостоверении Петерсовета от 8 сентября 1920 года сказано, художнику Кустодиеву поручается исполнить важнейшую историческую художественную работу. Художники 20-х годов были не только очевидцами первых революционных празднеств, они были активными их создателями. В коллекции музея бесценные художественные документы эпохи, эскизы агитационного оформления праздничных площадей и улиц. «А ну-ка, ребята-таланты, поэты, художники, музыканты, засучивайте кумачевые рукава. Вчера учили нас толстые деканты, сегодня звенит своя голова. Давайте все пустые заборы, крыши, фасады, тротуары распишем во славу вольности. Художники, великие бурлюки, прибивайте к домам карнавально ярчайшие свои картины, тащите с плакатами тюки, расписывайте стены гениальные, и площади, и вывески, и витрины». И расписывали во славу вольности Петров, Воткин, Альтман, Добужинский, Кустодиев, Лебедев и десятки других. Альтман, Добужинский, Кустодиев, Лебедев, Лебедев. Изменяются условия жизни, изменяется мировоззрение людей, и они сами. Черты их обретают определенность, движение спокойную уверенность, характеры, сложность и глубину. Вот матрос в картине Богородского у фотографа. С лукавой иронией рассказывает о нем художник. Играет музыка. Герои Ряжского спокойны, сдержанны, уверены в себе, открытые навстречу людям, навстречу жизни. Под стать своим героем и сам художник. Чувствуется в нем большая внутренняя энергия, взрывная сила. Играет музыка. Подмосковная молодежь. В центре внимания Самохвалова Сам трудовой процесс с его строгой ритмичностью, сообщающей движением человека осмысленную точность и скупую выразительность. В картине Дейнэйки «Текстильщицы» взаимоотношения человека и окружающих его механизмов складываются, пожалуй, менее идиллически. В них есть своя диалектика, которая находит выражение в остроте композиции, в пластических характеристиках персонажей. Субтитры создавал DimaTorzok Сегодня в музейных залах мирно соседствуют самые разные произведения. Красная конница Малевича, который искал новое в искусстве. И День кооперации в деревне Чевцова, продолжающего в своем творчестве традиции передвижников. Субтитры создавал DimaTorzok Петрокоммунна Альтмана Образ революционного Петрограда эпохи военного коммунизма Весна Бродского Лирическое, подробное и детальное повествование о красоте пробуждающейся природы И формула весны Филонова Художник пытается отыскать вечную и окончательную пластическую и живописную формулу красоты Мягкий певучий силуэт березки Голубкиной Лирический гимн красоте русской природы Весеннему ветру молодости И резкая, яростная деформация пространства В эскизе памятника Бакунину Скульптора Королева На этих контрастах Строилась Новая гармония Октябрь Фаворского Эпический и многогранный образ революции Художник смотрит на исторические события Современникам и очевидцам которых он был уже через призму времени В 1928 году на выставке посвященной десятилетию Красной Армии Была показана картина Петрова Воткина Смерть комиссара Смерть комиссара Смерть комиссара Точно отобранные детали Планетарное построение перспективы Все в полотне подчинено одному внутреннему смыслу Движение не замирает Оно длится вечно Смерть героя оборачивается бессмертием Дело, за которое отдал он свою жизнь Продолжают уходящие бой товарищи В скульптурной композиции Матвеева «Октябрь» Образ эпохи находит ясное и совершенное воплощение Монументальное, символически обобщенное Эта работа как бы завершает первый этап пути Пройденный советским искусством за 10 послереволюционных лет Художники того времени могли бы сказать о себе словами поэта Мне видеть не дано быть может Конец чуть блещущий вдали Но счастлив я, что был мной прожит Торжественнейший день земли Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok